Сергей Ершов два года назад переехал в Самару с Дальнего Востока. После 15 лет военной службы устроился на работу в ГИМС. Рассказывает, что волжские пейзажи умиротворяют. Я после бумажной работы, после компьютера, я нахожусь на Великой реке Волга. У меня очень хороший коллектив, работа мне нравится. Основной упор – это безопасность людей на водных объектах. За этот год инспекторы выявили около 500 нарушений. Самые распространенные – отсутствие технического освидетельствования, просроченные права или вовсе управление плавсредством без них. В первом случае штраф доходит до 10 тысяч рублей, а во втором – до 20 тысяч. Владельцы лодок в Самаре стараются соблюдать законодательство, рассказывают сотрудники ГИМС. Потому что платить штрафы при условии высоких налогов особенно накладно. Потому к проверкам на воде большинство судовладельцев относятся спокойно. А бывает сколько пьяных на воде? Ведь жуть. А тем более вот такие большие катера на нас вообще не смотрят, внимание обращают. Так что я всегда с пониманием. Проверить документы владельца судна можно даже не останавливая его по регистрационному знаку. Для этого в лодках инспекторов есть компьютеры с базой данных. Мы можем увидеть, что двигается лодка, забить ее в базу данных и посмотреть, стоит она на учете, есть ли у нее техосмотр, есть ли у гражданина права или их нет. Суда останавливаются в основном с признаками нарушения. Неправильно пересекает судовой ход, например, или движется в запрещенном месте плавания через рейд вдоль берега левой реки Волги, где запрещено движение. Работы в этом году, говорят инспекторы, прибавилось. Из-за эпидемиологической ситуации летом многие самарцы остались дома и облюбовали Волгу со множеством ее островов. В том числе местами несанкционированного отдыха. Сезон оказался рекордом по количеству несчастных случаев. Всего зафиксировали 54 происшествия на воде. Погибло 33 человека. А вот рост аварий с маломерными судами не столь высокий. Четыре происшествия. На одно больше, чем в прошлом году. Чтобы предотвратить трагедии, сотрудники ГИМС патрулируют акватории Самарских рек ежедневно. Мария Левна, Григорий Плешаков. События. Мария Левна, Григорий Плешаков. Мария Левна, Григорий Плешаков.